С просьбой помочь ветерану Великой Отечественной войны Александре Максимовой к исполняющему обязанности главы Анапы обратилась ее дочь. По словам женщины, ее престарелая мать стоит в очереди на улучшение жилищных условий, но продвигается эта очередь очень медленно. Документы Александра Степановны не первый год кочует из одного ведомства в другое. Она должна была еще в августе, то есть документы должны в департамент были отправить. Они их не отправили. Сейчас, подождите, я свою информацию посмотрю, хорошо? Да, да. Так, в очереди под номером 2. Сергей Сергеев подробно объяснил, как ветеран может быть обеспечен жильем. При этом пообещал сопровождение документов специалистов администрации, чтобы не возникало административных барьеров. Вы подбираете какое-то жилье. В 90% случаев там стену перенесли, там еще что-то. То есть уже регистрации не подлежит, пока нового техпаспорта не будет. Новый техпаспорт, вам начинают руки там выворачивать. Когда мой специалист с вами приходит, либо звонит начальнику и говорит, послушайте, я сопровождаю участника войны, и потом регистрация укороченная. Вы не будете ждать 20 дней, там, месяц. Мы пишем письмо на руководителя Крымова. Вам до пяти дней, до трех, сжимаем за регистрацию. Исполняющий обязанности глава НАПА гарантировал, что в самое ближайшее время проблема с жильем для ветерана решится. Интересы вчерашних участников войны и сегодня людей, нуждающихся в заботе государства, на приеме у главы представляла и председатель местного совета ветеранов Наталья Деревенец. Первый вопрос лекарственного обеспечения льготников. Самый такой вопрос у нас, у нас получилось так, все льготники по рецептам получали лекарства в нашей местной аптеке, на территории Косово-Подинограда. Мы свяжились и здесь получили. Теперь ездят в Анапу, фитофарм выиграл трендер, они едут в Анапу на наши руки, чтобы сдать рецепт. Вот они сдали рецепт, это 30-30 рублей, 60 рублей, потом они им скажут, когда приехали. Еще раз поехали. Еще раз поехали. Те сказали, а у нас вот это написано. Давно это стало? С прошлого года. Распоряжение от Сергеева сотрудникам администрации разобраться и решить вопрос без проволочек. Люди не должны испытывать неудобства. Надо понять, чей конкурс на обеспечение лекарства. И не гонять в аптеке, не пинать. И либо заключить уже ущерб себе договор с аптекой, которая здесь располагается. Про здоровье были не только вопросы, но и благодарности. Например, за проведение Дня здоровья. Ни разу у нас, сколько я, 45 лет прожила здесь. Так вы знаете, сколько мы больных у вас на территории? Так знаю, а сколько анализов сдавали. Спасибо. И если потом... Два раза, люди, можете сказать. Два раза. Два раза в год это будет происходить. Понятно. Несколько вопросов, озвученных также председателем Совета ветеранов, касались банкротства из ПК имени Ленина. В их помещениях расположена библиотека, в Виноградном, в ФАП, в Суворово, в Черкесске и в поселок Уташ. Теперь почта. Селян волнует. И если в рамках конкурсного производства эти помещения уйдут с молотка, медики, сотрудники, почты, библиотекари окажутся на улице. К сожалению, сегодня нет управления, которое бы контролировало, я буду создавать это управление, которое контролировать будет эти ситуации банкротные. Мы не будем покупать весь завод, я имею в виду муниципалитет, и весь СПК сегодня выучить. Но если найдется инвестор нормальный, который купит все, мы не будем претендовать ни на почту, ни на библиотеку. Почему? Потому что нормальный, в моем понимании, он купит все и будет заниматься. Понимаете, тогда он нам либо добровольно отдаст это имущество непрофильное, либо поможет отремонтировать, заключим договор аренды, либо безвозмездного пользования, ну там вариантов миллион. Если не находится на общее имущество покупателя, то начинает оно дробиться. Для того, чтобы реализовать, выплатить зарплату, заплатить налоги по банкротному предприятию и так далее, и так далее, текущие платежи. Вот тогда наши интересы, мы обязательно будем участвовать в конкурсе и будем покупать в муниципальную собственность вот эти социальные объекты. На приеме граждан поднимались и другие вопросы по земле, электроснабжению, и каждый получил исчерпывающий ответ на свой вопрос. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.